Добавим несколько капель концентрированной серной кислоты к твердому иодиду калия. Мы видим выделение газа и изменение окраски реакционной смеси на темно-коричневую. Проверим кислотно-основные свойства газа. Внесем индикаторную бумагу, универсальный индикатор, в пробирку, не касаясь ее стенок. Универсальный индикатор изменяет цвет на красный, следовательно, газ имеет кислотные свойства. На фильтровальную бумагу поместим раствор перманганата и внесем эту бумагу в пробирку. Выделяющийся газ реагирует с перманганатом, изменяя его окраску, частично на коричневую, частично обесцвечивая. Следовательно, выделяющийся газ обладает восстановительными свойствами. Также можно заметить адсорбцию на бумаге коричневого вещества. На другую фильтровальную бумагу поместим несколько капель раствора нитрата свинца и внесем эту бумагу в пробирку. Выделяющийся газ реагирует с нитратом свинца, образуя черные и желтые вещества. Также заметна адсорбция на бумаге вещества светло-коричневого цвета. Коричневое вещество – это йод. Он в виде газа присутствует в полученной смеси и адсорбируется на бумаге. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok